еще друзья мои морозы наступили жуть вообще прямые эфиры я веду обычно из других своих групп и аккаунтов но вот решил провести в этот раз в оконном философе потому что ну вот наиболее соответствует тому паблику тема действительно такая социально-философская и тем это на самом деле все которые кости перемыли наверное за последние дни я как всегда тормоз до последний об этом говорю но я всегда говорю не первый я никогда не реагирую на новости быстро потому что мне надо обязательно просмотреть несколько разных источников ознакомиться с разной информацией чтоб делать какие-то заключения я не пользуюсь никогда одним источником чтобы сложить какое-то свое мнение когда-то по теме того что социальные сети все самые там основные заблокировали трампа и даже заблокировали различные хостинги какие-то другие социальные ресурсы которые трампа поддерживают то есть все публичные какие-то сервисы поддерживающие травма заблокированы либо либо прямо либо это посредованно вот ну и чего там мое отношение к этому я конечно понимаю что это исключительно мое у вас есть сам свое но я хочу пару выходочек дать думаю а вдруг вам интересно покажется так я поехал еще по ходу поговорим я на самом деле если честно а если я говорю честно вообще против блокировок всяких раз то есть я не люблю сами цензуру но понимаете надо понимать что такое цензура вот я ведь не случайно написал кто кого и поэтому я сейчас самый главный тезис сам я вынесу сразу что является цензурой когда какая-то частная контора может заблокировать сам и президент или когда президент с государством может заблокировать какую-то частную контор вот если под таким углом рассмотреть то на любой здравомыслящий человек скажет ну к президент это как бы государство да конечно система сдержек и противовесов есть в америке ну предположим у нас она менее выражена ну вот а если менее выражена это вообще кавычка да вот я бы даже есть в кавычках сам и поставил так вот типа президент равно государства да так вот что является сам лицензурой когда какая-то государственная контора может заблокировать сам и президент это сам и че с участными какую-то фирму или какой-то частный сам ресурсов социальный за то что он имеет иное мнение не такое которое совпадает с правительственными и про государственным или когда частная контора может заблокировать на своем собственном ресурсе своем который ей лично принадлежит человека ну ты накомыслящим вот я уверен что вы участвуете в различных форумах и социальных сетях и так далее и когда вы там регистрируетесь вы подписываете какую-то оферту по поводу того что любая социальная сеть может заблокировать вас просто без всякого там вот объяснение причин понимаете то же самое там есть сами модераторы и вы в принципе можете беситься психовать что хотите делать но реально если это частный сам ресурс то любой модератор уж тем более хозяин с ресурсом может вас за точку зрения которые у вас есть даже за точку зрения просто заблокировать потому что он просто не хочет политика редакционная его компании не совпадает с тем чтобы вы публикуете вот эту газету например она является тоже как бы такой социальный социальным срубором и если вы туда относите какую-то статью по редактор смотрит ее и говорит знаете чего она не в формате она не совпадает стоит там идеологии пятое-десятое не хочу публиковать и не буду фактически он за что делается блокирует вот и все то есть имеет свое право а если это частное понимаете если это вообще абсолютно частная какая-то контора если она имеет право в двойне мыть потому что что хочу то и врачу что хочу то и публику если это не противоречит законодательству то есть не противоречит напрямую закону прямо напрямую а противоречит ли сам закону это может выявить только суд лишь если на то пошло то есть получается что блокировать то что не противоречит закону не может быть заблокировано пока не доказано судом что она незаконно ну вот это в каких-то самогосударственных вещах понимаете а в частных пожалуйста можете можете заблокировать все что хотите хоть оно законно хоть незаконно если вы хозяин ресурсов вы это можете делать очень даже запросто опять же что такое цензура вот кто-то сейчас очень я это много читаю а то сейчас что многие пишут вот как же это хваленая американская демократия она показала себя сейчас во всей своей там ноготе ни хера там ее нет этой демократии 5 10 и все такое прочее но я частично когда заговорил по цензуру я выскался но второй момент а что еще является сам не цензурой вот смотрите когда частник блокирует кого-то причем он заблоки заблокирован аккаунт трампа частный то есть фактически что произошло значит фейсбук twitter они заблокировали частные аккаунты дональда трампа который занимает позицию с президентом пока еще до 20 числа а есть официальные аккаунты белого дома аккаунты президента да они не заблокированы они как есть так и есть понимаете они не заблокированы ну ладно если бы трампа писал бы наверное бы от аккаунта прямо непосредственно с президентского может быть и его бы заблокировали но дело в том что на президента как и на любого другого пользователя распространяется даже оферта что и на всех остальных сми пользователей все поэтому если не нравится то что пишет человека редакционная политика может быть такова что захотел и заблокировал а вот понимаете другой и это не цензура и это не цензура я обещаю это можно ну ладно в этом можно знать внутренней цензурой но есть внутренними ограничениями политикой например сайта правилами сайта которые есть недолго взять тому же сам твиттеру взять и написать что вот это вот не совпадает с политикой сайта а вот другой момент а вот настоящая цензура это когда что-то издается на налоги то есть на деньги налогоплательщиков на налоги и это безальтернативно то есть вот если частная контора она может публиковать что угодно что ей хочется пропускать любые посты какие ей хочется она налоги граждан не берет а вот когда безальтернативно на налоги граждан издается какая-то информация и навязчиво долбит в уши и смотри по телевизору а другое не пропускается вот это является цензурой виде пропаганды почему потому что это идет и чистая пропаганда одной какой-то политической идеи а другая не допускается то есть цензурируется вот это цензура настоящая то есть если мы рассматриваем на уровне государственной какой-то политики когда мы говорим а вот в америке сам демократии нет нет но я бы даже могу сказать я бы допустил бы даже ту идею что предположим фейсбук нарушает какой-то внутренний демократический какой-то императив такой в себе сама в себе и с твиттером то что вот взял и редактор или собственник взял и вот без его ведома не решается это не какие-то там сботы решают и заблокировал аккаунт дональда трампа такой человек взял и заблокировал имел все самоправа да он внутрь его он выступил видит цензор но не цензора государственного государства тут вообще ни при чем абсолютно причем вот когда сми или какие-нибудь из ресурсы принадлежат своим государством то есть издается на деньги налогоплательщиков и что-то блокирует то что на самом деле не противоречит законодательству напрямую там типа детской порнографии торговли оружием наркотиками интернете и все такое прочее то вот это цензура также друзья мои цензура это не всегда одно и то же то есть нельзя ее так однобоко понимать а тем более понимать ее неправильно если мы рассматривать если речь идет о государстве по есть ли в государстве цензура или нет является ли государство цензором если демократические какие-то права в государстве в плане свободы слова то надо рассматривать это совершенно не так надо и надо и рассматривать с точки зрения государства то есть с одной стороны субсубъектом выступает государство а с другом какой-то частный пользователь вот так рассматривать если государство частного пользователя блокирует или частную компанию или кого-то еще за инакомыслие то это цензура и особенно если это скажем так инакомыслие не связано с нарушением закона если нарушается закон туда здесь и цензура ни при чем здесь просто следование прямое законодательство а вот если получается наоборот какой-то частное лицо или частная компания закрывает какого-то своего ну так а он закрывает какому-то своему пользователю это на самом деле внутренней цензурой государства это не имеет никакого отношения в общем я все что хотел сказал поэтому когда вам по телевизору рассказывать что вот теперь-то мы увидели настоящее лицо американской сан-демократии я не топлю на самом деле понимаете за за то что сан-трампасом заблокировали нет я на самом деле против и надо было блокировать но здесь я не вижу никаких абсолютно это это бросает тень на тех кто его заблокирует нам для меня например бросает на суперберга на компанию фэйсбук и на твиттер и на руководителя сам твиттера вот на них тень с вами бросает она американскую сан-демократию абсолютно не бросает потому что компания фэйсбук она не не имеет прямого отношения с вами государства это частная компания чё хочу то и врачу хочу всех заблокирую хочу закрою завтра вообще нахрен и заблокирую аккаунты всех и все или какую-то прямую политику что нельзя например котиков печатать мое дело личное все что хочется то и и дело по этому поводу а вот когда государство кого-то это сам блокирует государственные сми государственные там аккаунты за декомыслие вот это цензура поэтому смотрите и разделяйте не ведитесь на то что говорить у меня по радио по телевизору в том аспекте что вот подорваны густой демократии вами не подорваны нет и говорит как а у нас обычно любят да вы посмотрите что в америке творите у них то же самое нет не то же самое и вообще за америку не топлю и за нас я не топлю и везде есть что-то хорошее что и что-то плохое но не сапогода начинают несопоставимые вещи сопоставлять и проводить какие-то параллели то выглядит это исключительно по-дурацки и особенно меня раздражает но это уже моя личная точка зрения когда людям другим навяливают это вот это уже пропаганда называется видео безальтернативной точки самозрения что вот смотрите вот там то же самое нет не тоже не тоже именно поэтому я и не и не сразу значит решил по этому вопросу высказаться потому что мне нужно было оценить и обдумать эту ситуацию со всех сторон вот обдумал посмотрел и решил все друзья мои на этом я заканчиваю очередной подкаст из серии кухонный философ жалко что под этим значит мета тегом и это хэштегом под этим стали публиковать всякое говно вообще раньше этот тег фактически не занят был я один публиковал под ним а теперь какие-то девки публикуют какую-то херню там сиськи свои и все такое прочее поэтому я сейчас немножко его это заменил он называется кухонный философ шилов если вы наберете в любой социальной сети но вы на меня быстро найдете и найдете мои сообщества под этим и правда я этот тег не недавно стал употреблять но если вы где-то в поисковике наберете кухонный философ шилов хоть раздельно хоть вместе или наберете тег прямо кухонный философ шилов то найдете мои и видео и какие-то выкладки все пока